Что вы можете сделать? Посмотрите сейчас на мое лицо. Глубокие тени снизу постепенно пропадают. Вы видите? Мое лицо становится свежее, светлее и даже глаза становятся прозрачными. Короче, я себе теперь нравлюсь. И фотографии, сделанные в таком освещении, понравятся вам и вашим клиентам. И обрабатывать их нужно будет минимально. Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как выставлять правильно свет для вертикального фотографирования. То есть, когда ваш клиент стоит или сидит. Заодно посмотрите, как я сегодня отвратительно выгляжу. Подчеркнуты все недостатки в нижней части моего лица. Все какие-то складки, глубокая тень под подбородком, под носом, глаза глубоко запали и какие-то тусклые. Короче, выгляжу откровенно так себе. Может быть, вы замечали, что точно так же не очень хорошо вы выглядите, если покупаете, не знаю, белье или купальники, и в раздевалке свет светит сверху. То есть, все недостатки тела подчеркнуты. Купальник покупать вообще не хочется. Хочется сбежать домой, сесть на диету и в спортзал зарыться и жить там вообще. Вот, падающий сверху свет – это самое отвратительное, что может быть для фотографирования. Такое может быть только в том случае, если вы все еще не приобрели кольцевую лампу, которая не оставляет на лице теней и очень сильно помогает всем мастерам в индустрии красоты работать и делать фотографии, естественно. Я этого добилась благодаря обычным двум листам бумаги, которые держала вот так вот снизу. Их можно держать по бокам. Вы делаете фотографию, клиент держит, потом вы все лишнее отрезаете, и ваша фотография нравится вашему клиенту, и вам в портфолио, и всем тем, кто смотрит ваше портфолио, чтобы оценить вашу работу. Поэтому вот вам небольшой лайфхак, если вы кольцевую лампу все еще не приобрели. Конечно, можно использовать всевозможные светоотражатели, которые продаются в огромном изобилии везде вокруг. Принцип работы тот же самый. Вы отражаете свет и становитесь симпатичнее, но они стоят больших денег, и все мастера боятся использовать светоотражатели, потому что думают, что это предметы, которыми пользуются только профессиональные фотографы. А я считаю, что можно обойтись прекрасно и двумя листами бумаги для того, чтобы отразить свет снизу и сделать лицо клиента вашего симпатичней. Следующий неправильный ракурс – это когда свет идет у вас, допустим, из окна. То есть это то, о чем я говорила в предыдущих видео, это то, что вам не поможет в работе, а только помешает. И у вас получается ярко освещена одна половина лица, вторая половина лица в тени. Соответственно, по симметрии нельзя оценить вашу работу, по форме нельзя оценить вашу работу. Одна бровь кажется более темной, вторая более светлой. Короче, это тоже не очень выигрышный ракурс, только если вы не делаете какие-нибудь высокохудожественные фотографии. Но это не то, чем мы занимаемся, поэтому я считаю этот ракурс тоже неудачным. Что может быть неудачнее освещения сверху? Это освещение снизу. Такое иногда случается, когда свет падает от какого-то источника снизу, либо ваш клиент лежит на кушетке, и свет падает к нему на подбородок с окна, или с какого-то также источника света. Как вы видите, тоже подчеркнута куча недостатков в лице. Нос странной формы подчеркнут. Вообще безумие какое-то. У меня даже усы отросли, по-моему. Поэтому этот ракурс совершенно неприемлемый. Я не думаю, что кому-то он в голову может прийти, но иногда мастера при помощи вспышки или как-то извращаются и фотографируют снизу, и освещение одновременно получается снизу. Поэтому да, это тоже плохой ракурс, и свет снизу идти не должен. Ну и идеальный вариант – это когда вы приобрели кольцевую лампу, и ею пользуетесь. Кольцевая лампа не оставляет теней на лице практически, и такой эффект мягкого фотошопа получается. Единственное, что нужно делать, это не фотографировать клиента и лампу не ставить прямо напротив, а ставить её чуть-чуть выше, чтобы такое было ощущение, что клиент немножко приподнял голову, чтобы вот в это кольцо заглянуть. Зачем это делать? У очень многих людей есть лишний вес. И когда они смотрят абсолютно прямо, у них вот здесь прорисовываются опять вот эти все некрасивые какие-то складки, морщины. У полных людей даже какой-то прям как зоб. Поэтому, если вы попросите приподнять подбородок и посмотреть прямо в камеру, то у вас получатся максимально красивые фотографии вашего клиента. И, естественно, также точно в три четверти и прямо, и везде всё будет полностью освещено и отлично видно. Итак, давайте резюмируем сегодняшний наш урок. Свет сверху – это плохо, он подчеркнёт недостатки. Свет сбоку может быть художественным, но он не даст оценить работу и может исказить симметрию. Свет снизу – это просто отвратительно. И, в принципе, такого быть в природе не может. Это только на Хэллоуин мы себя можем освещать фонариком снизу, чтобы стать страшными. Свет прямо, ну да, имеет место быть, но у полных людей может из-за того, что камера прямо и свет прямо, появляться какие-то складки по нижней части. Поэтому пусть свет идёт немного сверху, у нас верхняя часть лица будет освещена чуть-чуть больше, чем нижняя. И клиент ваш смотрит, слегка приподняв подбородок в камеру, для того, чтобы нижняя линия челюсти была хорошо видна, выделена, не было никаких складок и никаких недостатков на лице. Всё, всем спасибо за просмотр, всем пока!